Раздел Ваишлах, восьмой раздел Книги Бытия, рассказывает нам про возвращение Якова в Стеану Израиля, про его встречу с Исавом, про его встречу с хананскими народами, населявшими Стеану. И здесь у нас есть история, которая составляет для читателя серьезную моральную проблему, всегда по ищтении Тары, история про Дину в Шхеме. Яков поселился около города Шхема, и вот наследный принц этого города захватил Дину, изнасиловал ее, удерживал ее в своем доме, и предложил Якову и его семье помириться, что он даст выкуп за Дину, а Дина останется его женой. И дальше нам рассказывается, как сыновья Якова были возмущены, что они хитростью предложили жителям Шхема сделать обрезание, потому что без этого они не могут оставить у него Дину. А сами напали на жителей Шхема, когда они после обрезания были слабы, и не могли оказать серьезного сопротивления, и перебили всех жителей Шхема, и самого принца, и царя города Шхема убили, забрали Дину из дома Шхема и ушли, и дальше сыновья Якова пришли в город, сграбили его и захватили добычу. Является ли все это правильным, моральным? В Таре, уже в Таре мы видим спор об этом. Яков говорит своим сыновьям, вы сделали меня ненавистными в глазах окружающих народов, а ведь у меня мало сил, на меня нападут. А они ему ответили, неужели мы должны позволить ему поступать с нашей сестрой, как с блудницей. И на этом Тара заканчивает обсуждение. Она не говорит, что Яков ответил. Она, в общем, как бы даже не выносит вывода о том, кто здесь прав. Шимон и Леви, которые перебили мужчин города Шхем, в конце, перед своей смертью, Яков критикует их за их гнев. Но там не совсем понятно, что имеется в виду. Имеется ли в виду уничтожение Шхема или продажа Юсефа. Понятно из разговора, из этой критики, что поведение Шимона и Леви слишком резкое. Что такая резкость опасна во главе государства. Что они не могут руководить народом. Но совершенно непонятно, критикует ли Яков их действительно с точки зрения морали за убийство жителей Шхема. Скорее, критика, которую мы видим в Таре, это критика прагматическая. Яков говорит, у меня мало народа, на меня нападут и уничтожат. А они ему отвечают. Тоже с прагматической точки зрения, а не только с моральной. Они говорят, неужели мы можем позволить поступать с нашей сестрой как с блудницей. Здесь не только моральный вопрос. Здесь еще и вопрос прагматический. Что если мы позволим поступать с собой таким образом, то ничего не поможет. Именно тогда на нас нападут. Именно тогда на нас уничтожат. То есть, иными словами, Шимон и Леви решили, что единственный способ защититься в ситуации беспредела, это устрашение окружающих. Они решили, что если они нападут на Шхем и жестоким образом его покарают, то это является единственным способом защиты. Правы ли они? Действительно ли это так? Часто, если современный читатель читает эту историю, ему кажется, что применение силы со стороны Якова, или со стороны семьи Якова, со стороны Шимона и Леви в первую очередь, это применение непропорциональное. Ведь принц города Шхем только изнасиловал Гину, он ее не убивал. И все остальные люди, были ли они виноваты? Они ведь всего только защищали своего царя, своего принца. Они, да, действительно, они все участвовали, видимо, в ситуации похищения Дины. Они стояли на стороне своего города. Но является ли это такое поведение уголовным преступлением? Сегодня, по крайней мере, такая вещь совершенно, казалось бы, не принята. Но дело все, наверное, в том, что ситуация совершенно разная, если есть судебная система или если судебной системы нет. Если, например, есть две большие семьи, два клана в каком-то государстве, и человек из одного клана напал и изнасиловал девушку из другого клана, то, по идее, за это есть суд. Суд должен арестовать насильника. Суд может приговорить его к тюремному заключению. Но суд – это ситуация, когда можно наказать избирательно. Когда он может действительно отделить виновного от невиновных и может наказать виновных. Однако в отношениях между народами ситуация совершенно другая, чем в отношениях между семьями. Если есть две семьи внутри одного государства, в котором есть судебная система, то это одно. Тогда можно применить судебную систему. Но если отношения между народами, а именно такими являются отношения между Яаковым и Ханааном, то тогда в ситуации отсутствия судебной системы действуют только устрешения. Это может быть очень печальный вывод, но между народами нет судов. Между народами есть только ситуация силы, или ситуация согласия, ситуация дружбы, или ситуация вражды. Но в соотношении ситуации вражды, когда есть враг, который на тебя нападает, единственный способ жить так, чтобы тебя не трогали, это устрешение врага. И именно это говорят Шимон и Леви Яакову. Если мы позволим поступать с нашей сестрой как с блудницей, если мы только потребуем, например, ее отдать, или просто уйдем, или оставим это все без наказания и устрешения, то все осторожающие народы будут так к нам относиться. У нас не будет никакой возможности спокойной жизни. И поэтому пропорциональность в таких случаях измеряется вовсе не тем, что наказание пропорционально преступлению. Это при судебной системе наказание должно быть пропорционально преступлению, а при отношениях между народами, когда речь идет о том, сможет ли народ спокойно существовать, то пропорциональность совершенно другая. Это пропорциональность устрешения, которая сделает так, чтобы никому больше не захотелось задевать еврейский народ. И в этом смысле Шимон и Леви являются правыми. Если бы семья Якова не отреодировала с такой жесткостью и жестокостью даже на нападение на Дину, то евреи просто не смогли бы существовать дальше. Если ты хочешь, чтобы ты мог жить спокойно, сделай так, чтобы в роде тебя боялись. Не, чтобы нападавший получал заслуженное наказание, а чтобы все, кто нападает, как единое целое. Получали наказание в действие больше, чем то, что они сделали. Так, чтобы им потом не захотелось, и никому не захотелось больше нападать. И в этом смысле пропорциональность, как мы сказали, оказывается другой. Пропорциональность внутри одного государства, при наличии судебной системы, это пропорциональность преступлению. Наказание пропорционально преступлению. Пропорциональность между народами, ситуация, когда нет суда, когда есть только силы, это пропорциональность устрашения, а не пропорциональность преступления. И сегодня, конечно, мы когда видим ситуацию, например, в отношениях между Израилем и арабами, которые из сектора газа стреляют ракетами по Израилю, то наши действия должны быть непропорциональны просто ущербу, которая нам наносится. Не то, что у нас погибло столько-то людей, мы должны у них перебить не меньше, или что если у них есть ракеты, то мы должны уничтожить их ракеты. Это совершенно недостаточно. Пропорциональность должна быть пропорциональностью устрашения. То есть необходимо победить и уничтожить нападающих с такой степенью устрашения, чтобы никому больше не захотелось нападать. Только такой ответ будет пропорциональным ответом.